Где в комнатах находятся люди для того, чтобы координировать спасателей? Плюс еще были там заминированные поля. То есть можно было подойти, но непонятно, есть мины, нету. Поэтому дрон летал и смотрел. Для всех поколений мы фиксируем, что сотворила русская нечисть на нашей земле. Да, приветствуем. Ну, не на Экспарке встречаемся, да, но расскажи, как началась для тебя война и как она у тебя проходит. Ну, мой пункт призыва – это Васильсковский аэродром. Я же в прошлом авиатор, офицер, оказался в первые дни разбомблен. Поэтому перешел в укрепрайон Московского моста, Северного моста. И там одно время занимались с ребятами с аэробороны, с ССУ, укреплением этой площадки. Ну, а потом перешли в разделы, которые организовали в штабе обороны Киева. Это аэроразведка. Ну, и открылся большой проект «Вина в притул». Это проект «Гугл» по фиксации злочин и руйнуваний, которые у нас есть в Украине. Проект заключается в том, что у нас есть снятые стрит-вью с улицами, которые были до разрушений. Сейчас снимаются все улицы и руины. Во время разрешения специально делаются круговые панорамы, которые позволяют сделать эффект присутствия. То есть все ощущения, эмоции, впечатления, как будто ты находишься прямо в середине этих разрушений. То есть ты можешь рассмотреть вблизи квартиры и так далее, посмотреть, какое горе, какой ужас творился здесь. То есть и эти панорамы, это видео с дронов размещается на площадках различных панорамных и тиражируется по всему миру. Таким образом показывается, что у нас происходило. И можно сравнить, что было, что произошло во время войны. Ну и надеемся, что когда это все восстановят, мы сделаем еще одну съемку, чтобы это было третье. Как восстановили. То есть таким образом для всех поколений мы фиксируем, что сотворила русская нечисть на нашей земле. Сколько уже городов или улиц вы уже отсняли? Ну мы отсняли весь Киев, то есть все руины Киева. Мы отсняли все руины Киевской области. Ну не все, но большинство руин. Ну конечно, самые серьезные руины это вот в Бородянке. И поэтому мы здесь для того, чтобы... У нас специальные ребята, дроны, которые позволяют летать внутри помещений. И таким образом мы помогаем МЧС, когда они спросят, говорят, посмотрите на той высоте, вот вы видите, висит плита. И вот мы прилетали дроном и смотрели, как она крепится, потому что внизу работают спасатели. И эта плита может оторваться и упасть на землю. Поэтому есть специальный дрон, который пришел, рассмотрел. Плюс еще были там заминированные поля. То есть можно было подойти, но непонятно, есть мины, нету. Поэтому дрон летал и смотрел. Ну и самое страшное, которое у нас было, это когда в подвал сделали небольшое отверстие и запустили туда. Ну заходить туда непонятно было, есть мины, нету мины. Но посмотреть, что находится в подвале, запустили туда дрон. Он прилетал по коридорам, посмотрел, ну и нашел, конечно, страшные находки. Люди погибли. Поэтому позволяет спасателям очень сильно помогать. Ну и в то время же время, во время пожара, нас тоже просили смотреть, где в комнатах находятся люди для того, чтобы координировать спасателей. То есть такая, ну, новые технологии, которые мы часто, гражданки, использовались для вот этих спортивных всяких наших мероприятий. Мигспорт. Вот эти все технологии, которые мы там использовали для съемки соревнований, для съемки локаций спортивных. На сегодняшний день мы их используем для того, чтобы снимать ужасы войны и помогать МЧС и МВД и Минкультуре. Вот мы сейчас подошли как раз к Министерству культуры, памятник. Вы видите, насколько он расстрелян. То есть разрывными пулями мы насчитали, по-моему, 18 отверстий. То есть это надо было расстреливать Тараса Шевченко со всех сторон. Вот. И мы фиксируем, как он выглядит со всех сторон, облетаем дроном и делаем панораму, чтобы люди могли вблизи посмотреть, что делать с объектами культуры наши враги. То есть таким образом происходит полная фиксация, очень подробная. Ну и помощь потом в восстановлении, потому что все эти площадки, скорее всего, будут, ну, как бы, сноситься. А зафиксировать, что в каком месте и как было, это важно для того, чтобы и для озлочины в ГАГе, и для того, чтобы компании, которые будут восстанавливать, понимали, что произошло в этом доме. Спасибо. Спасибо.